В школьной столовой лицея номер 33 теперь только здоровое питание. Руководство учебного заведения совместно с медицинской академией разработало специальный проект. Дети, страдающие избыточным весом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта и почек, будут получать лечебное питание. Для этих ребятишек на основании рекомендаций врачей разработано особое меню. Питанию мы уделяем большое значение в школе, потому что ребята находятся в стенах школы достаточно большой промежуток времени. И когда мы изучали результаты медицинских обследований, то увидели, что есть потребность в том, чтобы питание носило индивидуальный характер для некоторых учащихся. Перед введением специального лечебного меню была проведена большая подготовительная работа. Медики обследовали детей, а организаторы школьного питания провели анкетирование и узнали, что не устраивало ребят в школьном меню. Также была проведена встреча с родителями. Не все родители знают, что с заболеваниями полезно ребятам той или иной категории. Например, немногие родители знали, что детям с заболеванием почек не рекомендуется давать какао. Здесь мы выступали, наверное, и в роли просветителей. Мы организовали большое родительское собрание, где сотрудники медицинской академии рассказали обо всех особенностях. Родители поддержали нашу инициативу. Стоимость лечебного питания не будет отличаться от обычного. Кроме того, мам и папа успокоили, что разница между диетическим меню и меню для здоровых детишек не будет очень заметной. Например, сегодня у деток омлет по общему меню, а по лечебному меню, по диетическому, идет греча, идет суфле куриное, кому-то идет сок натуральный. У кого избыточный вес, углеводов меньше. Через три месяца медики и педагоги начнут проводить мониторинг и оценивать эффективность введенной системы питания. Но уже сейчас понятно, что детям новое мне не нравится. Тут очень вкусно кормят, дают полезное питание, фрукты разные и каши. Мне тут все нравится, но только я некоторые блюда не люблю, которые тут готовят. Мы заметили, что нам туда добавляют некоторые витамины, чтобы нам стать здоровыми, сильными и чтобы не болеть. У поваров и до введения диетического питания работы было немало. Меню для малышей отличалось от меню для старшеклассников. А теперь персонал столовой придется ежедневно готовить около 30 блюд. Тяжело, говорят повара, но знают, ради чего стараются. Самый главный отзыв, что дети кушают все. Дети довольны питанием, привыкли. Масло, сыр, все диетическое, из пары конвектомата, не жареное. Я думаю, что все хорошо. Программа хорошая, она нужная, потому что все-таки количество детей, которым требуется это питание, у нас не очень маленькое. Пока лечебное питание получают только ученики младших классов. Если все пойдет хорошо, то на достигнутом лицее не остановятся. В разработке находится меню для детей со слабленным зрением. И для тех, кто находится в стрессовой ситуации, то есть дает экзамены. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.